МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заблокировало авто и начало угрожать. Обезвредить мужчину все-таки удалось, но в ходе задержания автолюбитель ранил одного из сотрудников. Алена Сырова восстановила хронику событий. Час ночи, спальный микрорайон Кунцевщина. Первое ночное дежурство на этой неделе у майора Пралича не предвещало опасности. Однако спустя полчаса автоинспектор замечает, казалось бы, несерьезное нарушение, которое после спровоцирует настоящую погоню. Автомобиль выезжал с данной АЗС, нарушил требования дорожного знака, совершил поворот налево, что это запрещено. Мы на перекрестке, включив световую сигнализацию, привлекли к себе внимание, указали водителю на остановку. На требования об остановке нарушитель не реагировал, а лишь ускорялся в попытке бегства от преследовавшего его патруля. Напротив поворота к дому номер 7 снизил скорость, включил левый поворот и заехал во двор. Дабы заблокировать ему выезд и не дать возможности дальнейшего движения, мы с напарником вышли и сразу же подбежали к данному транспортному средству. Но были запертые двери и окна, и возможности пообщаться с водителем не предоставилось. Когда стало ясно, что водитель не выйдет из машины, а из едва приоткрытого окна автомобиля послышалось не только крепкое словцо, но и запах алкоголя, майор Пралич решил вызвать подкрепление. К тому же мужчина намеренно забаррикадировался в собственном авто и начал угрожать сотрудникам холодным оружием. Достал из кармана штанов нож, развожил его и демонстративно сказал следующее слово, что попробуй, порежу. Поэтому было принято решение о том, чтобы разбить боковое стекло. Медицинская экспертиза позже подтвердила предположение инспекторов. В крови нарушителя оказалось более одного промилле алкоголя. Факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения данный гражданин не отрицал. В данный момент с сотрудниками Следственного комитета проводится проверка и устанавливаются детали ночной погони, чтобы абсолютно точно определить мотив правонарушения. А с теми, чья служба и опасна, и трудна, пообщались Алена Сырова и Владимир Слиш, СТВ. В связи со сбоем в работе сетевого оборудования, сегодня утром столичные магазины перестали производить оплату по безналичному расчету. Воспользоваться банковской картой нельзя было в течение двух часов. Эксперты утверждают, сбой системы затронул лишь некоторые торговые точки Минска, то есть происходили частичные отказы. По словам специалистов, уже в 12.30 работоспособность была полностью восстановлена. Однако в некоторых магазинах все еще были развешаны объявления о невозможности оплаты по безналу. В банковском процессинговом центре еще раз отмечают, сбоев в дальнейшем быть не должно. В режиме нон-стоп механизированный тоннелепроходческий щит «Олеся», который задействован на строительстве третьей линии столичной подземки, начинает работать круглосуточно. Благодаря этому в месяц комплекс может проходить под землей порядка 250 погонных метров. А это в три раза больше, чем раньше. Сейчас «Олеся» задействовали в сооружении пешеходного тоннеля от станции метро «Вокзальная» до площади Ленина. Завершить работу над этим участком планируется в июне. К слову, строительство проходит под контролем представителей фирмы-поставщика механизированного комплекса. В связи с этим обеспечено беспрерывное обучение минского персонала. Была проведена большая работа по качественному составу. Это и предполагалось, что проводилось обучение теоретическое, практическое, совместно с французской стороной и на комплексе, и в учебных помещениях. То есть на сегодняшний день подготовлен тот минимум специалистов, которые смогут ввести проходку Левого перегородного тоннеля в три смены. В смену работать будет ориентировочно 25 человек. Вторая очередь масштабной модернизации в 33-й студенческой поликлинике на финишной стадии. В клинике произвели тепловую реабилитацию фасада, заменой окон и отделочной работы. Сейчас реконструируют и центральную стерилизационную лабораторию, а также приступают к обновлению лечебного бассейна. Здесь впоследствии будут проводить сеансы плавания для пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы. Кроме того, медучреждения частично переоборудовали. Так установлен новый рентгенографический аппарат и лоркомплекс. А вот полностью оценить обновленное здание пациенты смогут уже в конце этого года. У нас уже проведена тепловая реабилитация фасада. Замена окон. И в результате этого мы почувствовали уже, мы сможем экономить тепло. И в нашей поликлинике стало тепло и уютно для наших пациентов. И третья очередь планируется. Это ремонт входной группы нашей поликлиники и благоустройство территории. Экологичный подход. Минские разработчики создали уникальную компьютерную программу, которая способна отслеживать уровень загрязненности атмосферы. В базу данных занесены показатели всех столичных магистралей. И отследить изменения состояния атмосферы можно в режиме онлайн. Специалисты постоянно обновляют информацию. Результаты мониторинга передают экологам для планирования мероприятий по охране окружающей среды. По последним данным, первое место в рейтинге самых загрязненных мест занимает улица Немига. Виной тому плотная застройка и интенсивное движение транспорта. К слову, белорусскую разработку уже тестируют в Швеции и России. Город Мальмио, это самый экологичный город в мире, это велосипедный город. Там установлено это программное обеспечение. Надо сделать, чтобы наш город был самым экологичным в Европе. Вот это следующий шаг. Поэтому здесь разработаны инструменты, вот программное обеспечение, базы данных. Вот сейчас попробуем применить для цели экологии. Задать волнующие вопросы по срокам сдачи жилья можно напрямую. Завтра в столице пройдет телефонная линия председателя комитета строительства и инвестиций Минградсполкома Дмитрия Гуриненко. Во время общения со специалистом жители города также могут высказать свои замечания в адрес застройщиков, районных органов, привести примеры нарушений и рассказать о случаях несоблюдения законодательства в области строительства. Это все столичные подробности на сегодня. В студии новостей, которой всегда рядом работал Наталья Михайлик, репортажи, эфирное видео всех программ, любое время доступные на YouTube, канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok